А где гарантии, что после того, как ты все получишь, и деньги, и машину, и что ты дальше не начнешь меня шантажировать? У меня есть мое честное слово. После такой, безусловно, внушающей доверия фразы, бывший работодатель передает мужчине 50 тысяч рублей. Но распорядиться деньгами подозреваемый не успел. При задержании мужчина утверждал, что деньги в его руке – это заработная плата. Что у вас в руках внутри? Деньги. Что за деньги? Деньги, которые мне задолжил брат хозяйства. Вы только что от них получили? Да. Деньги. Какую сумму? 50 тысяч. А задолжал он вам за что? За заработную плату. Как было установлено, задержанный угрожал своему бывшему работодателю распространением служебной информации конкурентам. За свое молчание злоумышленник требовал 500 тысяч рублей и автомобиль Renault Duster стоимостью около 1 миллиона рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренном в части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.